Привет! Сегодня мы посетим моих родителей, которые живут в Польше уже 4 года, и узнаем об их впечатлении и опыте жизни здесь. Ну что, приглашаю со мной в гости. Как бы ты описала различия жизни в Петербурге и Варшаве? В Петербурге она очень такая плотная жизнь и очень-очень грустная получается, потому что людей очень много заходят в общественный транспорт, когда я ехала раньше на работу. Лица все очень грустные, измождённые почему-то. А здесь я с этим стопом, здесь я пошла изучать язык и также пользовалась общественным транспортом. Здесь я, что меня очень удивило, то, что люди начинали здороваться со мной в моём доме. Мои соседи, которые меня не знали. Меня это очень удивило. И даже расскажу случай. Я шла к квартире, и мама шла с девочкой. Ну, девочке, наверное, было 2,5-3 года. Она была соской. Увидев меня, девочка вытащила соску, сказала мне честь пани, взяла соску и пошла дальше. То есть, получается, она мне сказала, привет, пани, здравствуйте, пани. У меня это очень удивило. Поэтому здесь она очень такая приятная, дружелюбная. Дружелюбная. Я люблю Петербург и ни в коем случае не хочу молить его значения. Но, к сожалению, перенасыщенность, может быть, людей в городе, неудовлетворённость своей внутренней жизни, вот говорит мне о том, что это в основном грустные люди. А здесь они очень доброжелательные и очень открытые. И что ещё очень приятно, здесь есть хорошая инфраструктура. Что я имею в виду? Велосипедные дорожки, дорожки для самокатов. И поэтому я уже чётко знаю, что я должна идти по пешеходной дорожке, а там едут на том или ином транспорте. Это очень удобно. Это как бы создаёт такую атмосферу, знаете, пансионата. Мне очень нравится эта история. В принципе, в России вы тоже жили за городом. Да. Под Петербургом. Тоже у вас красивый лес. Чем отличается тогда жизнь в пансионате в Польше, в таком тоже пригородном, от российского, именно вот за городом? В российской ситуации была следующая история. Мы приходили в свой дом и сами себе говорили, мой дом, моя крепость. Закрывали жалюзи. И действительно, это пространство было наше, но мы почему-то не хотели открывать его для других людей. потому что атмосфера внешняя была разная. Адекватная к нам, неадекватная к нам. Поэтому мы закрывались. А здесь обратная история. Здесь мы живём, и наоборот, проходящие люди вызывают у нас радость, потому что они куда-то идут, куда-то спешат, гуляют с собаками, гуляют с детьми. То есть вот в этом и есть заключается, наверное, отличие. Какой из плюсов Польши вы бы отметили? Ну, жить дешевле. Ну, дешевизна понятия относительно. Дешевле. Дешевле чего? Продукты намного дешевле. Особенно, если знаешь магазины, знаешь, когда скидки, знаешь, когда меньше народу, когда большие скидки. Вот получается очень удобно. Это да. Ну, а приведи пример, сколько стоит? Ну, я покупаю картошку, например, 5 килограмм. Ну, российские деньги стоят меньше 100 рублей. Ну, не знаю, вчера покупали масло с ковечной. За 9 литров, да. Это вот 180 рублей. 3 пачки масла, да. То есть 60 рублей пачек масла. Да. Молоко 40 рублей. Максимально. Да, и фрукты сейчас очень выгодно тоже, потому что помидоры, огурцы 60 рублей, грунтовые идут килограмм. Клубника, всех виден тут. Клубника разная, сейчас польская идет, она подороже 10 злот, а польская 10 рублей. Да, ну, свежая хорошая. Да, испанская мы вот покупали полки, вот, да, 100 рублей, полкило было, фрукты очень хорошие, еще к концу мая. Так что это все есть, это правда. Ну, и мясо самое главное, я как-то не советую, я скажу, что на сегодняшний день я всегда покупаю, потому что по этой цене это получается 160 рублей килограмм. Вот, вот, хорошая сменила, потому что и подороже, но тоже цены совершенно не запредельные. Сколько стоит в среднем поход в магазин на двух человек? На двух человек, ну, мы вчера ходили. Правда, мы в два магазина зашли, но нам обошлось. 65 злот. 65 злот. Ну, полторы тысячи рублей, но мы на неделю практически уходили все, что мы ходили. Ты как водитель, скажи, пожалуйста, сколько стоит топливо? Топливо дорого. Дорого. Но оно бывает на сколько лет? Считается дорого, но цены меняются. Причем приятно, что они меняются не только вверху, но вдруг меняются и вниз стремительно. Все зависит от сведома, видимо, от каких-то вещей, потому что иногда приезжаешь, солярку мы покупали, было 5 злот их за литр еще. 100 рублей. 100 рублей, да. Тут был период, когда 3,8 месяца. То есть, приятные бывают такие вещи. Вот газ сейчас подешеверен был. Дороже сейчас дешевле. Что касается продуктов, так называемых, принято называть российскими, греча, черный хлеб, сметана. Можно ли их купить в Польше? Да, конечно, безусловно. Все есть. Здесь пихарин очень много, и при каждом большом супермаркете изготавливают свой хлеб. Поэтому хлеба черного, серого, с семечками, с орешками. И, в общем, просто большой-большой выбор. Вот, что касается сметаны, я уже говорила, что качество очень высокое. И стоит это, ну, стоит это очень недорого. Я могу сказать, что вот сметана 250 грамм стоит, вот я беру, например, за 2 злот их, это 40 рублей. То есть, это очень недорого. Что ты скажешь про польскую кухню? Ну, что я могу сказать? Польская кухня очень похожа с русской кухней. Вообще, общая славянская кухня. Здесь практически те же самые продукты едят каждый день. Картошка, мясо, курица практически не отличаются. Единственное, что могу сказать, качество продуктов гораздо выше. Почему? Потому что вот польские производители здесь не откуда-то везут из других стран. А в основном это польские продукты. Картошка, мясо. Высокого-высокого качества. И по дороговизне, мы уже говорили, стоит это гораздо дешевле. Что касается блюд, таких как вот, например, пельмени, спрашиваю. Да, здесь не пельмени, а пироги. Пироги – это наши вареники. Вот. Но они называются русские здесь. Хотя, в принципе, я не знаю, почему это назвали так. В основном это вареники с картошкой. Бывают и с мясом. Ну, такие крупные вареники. А пельменей нет. Поэтому пельмени, если есть необходимость, можно или заказать через интернет, или сделать самим. Теперь вот короткий блиц на основании тех пунктов, которые мы уже ранее называли в плюсах жизни в Польше. Буквально по короткой фразе. Ты согласна, что одним из плюсов является безопасность? Да. А если да, как она для тебя, в чём она для тебя, прежде всего, выражается? Безопасность жизни в Польше. Как я уже говорила, в дружелюбном отношении людей друг к другу. Есть ли в Польше свобода? В данном случае свобода слова, свобода самовыражения. С этим лично я не сталкивалась, но думаю, что есть. Потому что вижу очень много выступающих против абортов, которые здесь официально запрещены. Эти забастовки проходят, их показывают. И, в общем, думаю, что есть. Чистота. Столкнулась ты с этим в Польше? Да. Да. Чистота – это очень важная вещь здесь. Потому что начинается всё не только со своей квартиры, а то, что существует на лестничной клетке. Как моют дом, какие используют средства. Что вокруг дома, этот лаунж, как так называемый. Всё оборудовано, всё оснащено. И не то, что оснащено технически, а приятно глазу. Всё оборудовано. Всё было. Всё было. Всё. Всё. Продолжение следует...